Солнечный конь, корзинка из лозы, кукла-оберег для дома. Это и многое другое можно было изготовить своими руками. В стенах Крымского краеведческого музея на мастер-класс собрались представители 43 дошкольных учреждений Крымского района. На протяжении многих лет между музеем и дошкольными учреждениями заключаются договора о совместном сотрудничестве. Это сотрудничество приносит хорошие плоды. Каждый год на День города наша совместная работа дает хороший результат тем, что мы выставляем лучшие работы дошкольных учреждений и сотрудников детских садов, и их воспитанников, и родителей. Вот здесь у нас на площади имени Ленина. И каждый из крымчан может познакомиться и гостей города. Платковые куклы делают из легких платков, которые в центре собираются на мягкую резинку. Смастерить их несложно. Для этого достаточно изготовить голову, к ней прикрепить платок, а к его краям пришить резинки. Платковые куклы с помощью кукловода могут свободно двигаться и танцевать. Воспитатели демонстрировали свое мастерство и то, чему они обучают детей в детских садах. Куклы у нас тетрализованы для игры с детьми, для работы с ними у педагогов. Можно и у детей в любой момент проснуться творчество, хоть сплясать, хоть станцевать, хоть сказку рассказать. Также у педагогов получается сюрпризный момент, чтобы был всегда настроение менялось. Сегодня такое, завтра такое. И каждый день у нас много. Мероприятие проводилось совместно с муниципальным казенным учреждением информационно-методический центр муниципального образования Крымский район. Мы уже на протяжении только лет вместе. Вы никогда не отказываетесь, всегда идете нам навстречу. Огромное спасибо вам и всему вашему коллективу. Надеюсь, что всем, кто сегодня был, расскажут, поделятся своими впечатлениями и придут еще раз. Еще одной не менее интересной программой стала тематическая экскурсия. Научный сотрудник музея Анастасия Собещакина познакомила гостей с миром звуков. Звук может влиять и на состояние человека. Конечно же, вот как мы и с детками часто говорим, в первую очередь это, конечно, настроение. Ритмичная музыка заставляет нас впуститься в пляс, лирическая музыка заставляет нас погрустить, подумать, погрузиться в самого себя. Но и сами свойства звука, например, частота волны, она тоже очень сильно влияет на организм человека и вообще на работу его мозга. Поющие чаши создают вибрацию, извлекая из себя обертоны божественных звуков. Они очищают и успокаивают душу, наполняют ее гармонией, подготавливают пространство для медитативных практик, изменяют негативную энергию. В наши дни поющие чаши используют повсеместно как инструмент для медитации, релаксации и различных медицинских практик. Подобные чаши можно использовать даже в воздействии на мозг непосредственное, то есть синхронизируется левое и правое полушария. Таким образом может звучать до пяти минут. Нам на самом деле кажется, что звук тихий, но человек внутри хуже слышит нас и отчетливо чувствует вибрацию этой чаши. Также гости смогли ознакомиться с промыслами родного края и художественным наследием России. Это был не только обмен опытом, но и возможность повысить свою квалификацию другим педагогам.